Капля никотина убивает лошадь. А еще курение – это яд, бесплодие, импотенция, рак, смерть. Бесспорная истина, которая постоянно на слуху. Тем не менее, по данным социсследований, в Беларуси этой вредной привычкой страдает около 30% жителей старше 16 лет. Курить уже запретили на вокзалах, на территории учреждений образования и медицины, в закрытых кафе и на дискотеках, за исключением специально отведенных мест. Пачки сигарет в магазинах тоже спрятали с глаз долой. Однако табакозависимых не стало меньше. Врачи говорят, кроме того, что никотин – сильнодействующий яд, это и наркотик. Уже через 7 секунд после первой затяжки никотин – это один из основных ядов, которые присутствуют в табачном дыме, поступает в организм, поступает в легкие, вернее, поступает в кровь и, соответственно, оказывает воздействие на центральную нервную систему, на головной мозг. Именно в головном мозге формируются процессы, которые впоследствии формируют зависимость. Табакокурение – это болезнь, причём наследственная, правда, не в прямом значении. Ребёнок смотрит на своих родителей и берёт с них пример. Мама и папа с сигаретой – велика вероятность того, что и дети затянутся, а потом и втянутся. Бесконечная пропаганда даёт свои плоды. Все знают о вреде курения, но тем не менее. Мы поинтересовались у мазырян их мнением насчёт табакозависимости. Это, мне кажется, личное дело каждого. Моё мнение такое. Наверное, не продавать в магазинах или разрешить продажу в 25 лет, это минимум. Но моя точка зрения такая. Курение вредит здоровью. Если курить, то мы читали в школе, что будут чёрные все почки. Я-то, когда вырасту, это гадость. Я не хочу этого делать. Я тоже считаю, что не надо курить. Стоит ли бороться с табакокурением, если да, то каким способом? Спалить все фабрики. Радикальным. Я не куру, мне это не нравится. Нужно не табакокурение. Ну, это, собственно, относится и к табакокурению. В магазинах просто не надо их, фабрики везде закрыть, и всё, не будет курения. Курю никакого. Врачи уверены, с никотиновой зависимостью можно справиться. Рецепт успеха, желание человека, мотивация и, конечно же, сила воли. Вред всё-таки есть, и любой человек может этот вред заметить. Начиная с того, что просыпается человек и думает не о том, как позавтракать или почистить зубы, а о том, как сразу покурить. Это достаточно. На сегодняшний день курение – это тоже дорогое удовольствие. И хочу просто-напросто соотнести свои возможности. Я думаю, что сохранить здоровье, сохранить деньги, которые уходят на то, чтобы восстановить это здоровье, это тоже хорошая мотивация и хороший способ подумать о том, стоит ли этим заниматься.